МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересное хобби занимает большую часть его свободного времени. Я занимаюсь уже два года, третий год. Как-то азарт, наверное, такой. Когда ты выращиваешь и видишь, как еще люди тебя берут, радуются тому, что у них появляется. Кто-то мечтает о бананах, кто-то об апельсинах. Мои лимоны едят уже давно по Андреевке тут. Фруктами Александр не ограничился. В его оранжерее можно встретить цветы юга России и даже Ближнего Востока. Краснодарский лотос и египетский папирус отлично чувствуют себя в компании восточных друзей. Граната и инжира. Все дело в особой почве, которая помогает адаптироваться к нашим порой суровым условиям. Землю я делаю сам. Я не стараюсь покупать землю и сразу же сажать, как некоторые. У меня 25 соток, можно найти хорошую землю. Я обычно делаю песок, глина и чернозем. На самом деле мечты об экзотическом саде появились у Александра еще в ранней юности. Первый опыт оказался более чем удачным. Лимонное дерево до сих пор приносит плоды. Даже в этот раз на нем зреют несколько лимонов. Мне было еще 16 лет, когда у меня появился первый лимон. И он дал в первый же год три плода. Следом был мандарин, тоже три плода. И так пошло. В этом году Александр оставил педагогическую деятельность и вплотную занялся своим хобби. В первое время он сталкивался с неодобрением супруги и близких родственников. Но спустя время, увидев стремление и успехи Александра, близкие его поддержали. Те, кто считал увлечение простым ребячеством, вскоре убедились в серьезности его намерений. Планы у Чердоклинского и Мичурина грандиозные. Приумножить территории, популяцию растений и заняться реальной продажей местных радостей заморского происхождения. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости дня из Чердоклинского района. Новости дня из Чердоклинского района.